Валерий Седов Сентября в единый день голосования в регионе пройдут выборы в Рязанскую городскую думу. По их итогам распределят 40 мандатов. Одну половину по партийным спискам, другую по одномандатным округам. В этих выборах принимает участие 7 партий. Горосберком провел жеребьевку, чтобы распределить для них места в бюллетенях. В итоге первое место в бюллетене будет у Справедливой России, второе у Единой России, третье у Коммунистов России, четвертое у ЛДПР, пятое у КПРФ, шестое у партии Родина, номер семь у Яблока. Мы будем заказывать типографии бюллетеней четырех видов для голосования по единому округу, для голосования по одномандатным избирательным округам, с учетом того, что будут КАИБы на 90 участках. Печатать все необходимые материалы о кандидатах, которые предусмотрены действующим законодательством. И плавно подходим к досрочному голосованию, которое начнется в окружных комиссиях 29 августа. Сейчас идет агитация. Жалоб на политические партии в горы избирком пока не поступало. Больше всего нареканий к одномандатникам. Избиратели жалуются на незаконную агитацию. Выборы в городскую думу пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Рязанцам предстоит выбрать 40 человек, 20 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Дина Исляева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Рязань впервые принимает форум древних городов. На разных площадках в течение недели будут обсуждаться проблемы населенных пунктов, которым более 500 лет. В библиотеке Горького прошла международная конференция «Историко-культурное наследие. Гарант устойчивого развития древних городов», на которой присутствуют гости из Белгорода, Сербии и Витебска. Брифинг начался с неожиданного сюрприза в библиотеке имени Горького. Из-за аварии отключили электричество, поэтому прошло мероприятие, по словам организаторов, в полевых условиях. Брифинг «Историко-культурное наследие» проходил в два этапа. В первом участвовали рязанские архитекторы, вторая часть – с приглашенными гостями из Сербии, Турции и Белоруссии. Брифинг, как ему и положено, прошел в формате вопросов и ответов. Первое и самое главное – это ответ на вопрос, как важно сохранять культурное и историческое наследие. «Не может нормально развиваться не один город с историей, если самой истории, комплексное понятие, архитектура, культура, если не будет возделяться внимание именно на реставрации самого города и передачи тех, наработанных другими поколениями для того, чтобы развиваться дальше. Что я говорю? Это, в принципе, фундамент. Если город без истории, без его сохранения, это колосс на ленинных ногах, это просто здание без фундамента». По словам Евгения Колбовича, реставрация стала уже практикой международной, поэтому и существуют свои стандарты и нормы. Следующий вопрос был адресован не столько приглашенным гостям, сколько главному архитектору Рязанской области Дмитрию Васильченко. Звучал он так – нужно ли сохранять только важные исторические объекты или все здания, которые расположены в нашем городе? Главный архитектор ответил аллегорией, за которую заранее извинился. Он сказал, что сравнить реставрацию только главных зданий города можно с работой над вставными зубами, когда нужно делать все лицо. Дмитрий Васильченко также отметил, что сейчас ведется работа над проектом об охране исторических зданий. Приглашенные гости присоединились к обсуждению. Брифинг носил название «Историко-культурное наследие – гарант устойчивого развития древних городов». Поэтому следующий вопрос был о том, какие гарантии дает область. Гости пояснили, что слово «гаранта» здесь выступает как лозунг. Ведь очень важно развивать в городе также и исторический туризм. Дмитрий Васильченко упомянул, что существует несколько городов, которые и живут только за счет туризма. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». По Окскому шоссе не проехать, не пройти. Машины припаркованы прямо на тротуаре. Мусор, по сообщениям в социальных сетях, не убирают. Анна Малистова разобралась ситуацией. Пока на другой стороне улицы движения для пешеходов затруднено. Из-за благоустройства лесопарка здесь пройти тоже не представляется возможности. Мусор собрали, надо было сразу вывезти. А не вот эти кучи оставлять посреди тротуара. Мы вчера шли здесь с полясками, вынуждены были по дороге, по проезжей части. Скажите, а вам дом здесь ходить? Нет. Прохожие признаются, что кучи мусора здесь лежат еще со вчерашнего дня. Когда рабочие увидели камеру, то поторопились все убрать. Неизвестно, сколько бы еще мусор пролежал на дороге, если бы не наша съемочная группа. Движение по улице Окска ограничено не только из-за кучи мусора. В отличие от временных препятствий, постоянно и здесь плохой тротуар, столбы и припаркованные автомобили. Весной и осенью небольшой участок асфальта размывает. Именно в это время пройти здесь крайне сложно. Эта дорога не единственный пример. В нашем городе множество улиц, где передвигаться пешеходам совсем непросто. Плохое асфальтовое покрытие – это только один из факторов. Анна Малистова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Новость особенно актуальная с учетом распространяющегося запаха от полигонов Дягилева. В Министерстве финансов предложили преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог. Документ разработали для включения в налоговый кодекс. В настоящее время плату за негативное воздействие на экологию регулирует закон об охране окружающей среды. Ее определяют, исходя из объема или массы выбросов вредных веществ. В Министерстве финансов этот механизм назвали неэффективным, из-за чего на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные деньги из федерального и местного бюджета. Документам предлагают зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребление по классу их опасности. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Минэкономразвитие предложило в 2019 году повысить тарифы ЖКХ дважды. Такое предложение направлено в Минэнерго, Минстрой и ФАС. Причина – рост налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Минэкономразвитие предлагает 1 января повысить тарифы на ЖКХ частично на 1,7%, чтобы предотвратить негативные тарифные последствия. Второе повышение – 1 июля – должно уложиться в прогноз по инфляции, отмечают в ведомстве. Ассоциация ЖКХ и городская среда предложила Минстрою повысить тарифы из-за роста ставки НДС. В организации посчитали, что убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей. Напомним, президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о повышении НДС. С 1 января 2019 года ставка налога увеличится с 18 до 20%. Открыть целый мир через спорт – именно так детей с нарушением интеллекта адаптируют к реальной жизни. В Рязани такой работой занимается только один тренер. Подробности – далее в сюжете. Лилиана Станина инструктор более чем с 20-летним стажем работы открывает мир для особенных детей. На сегодняшний день она единственный тренер адаптивного плавания в Рязани. Начинала она с тренировок сына Михаила. Сейчас он уже взрослый и титулованный спортсмен. С множеством наград и медалей, но тогда они вместе делали свои первые шаги в адаптивном спорте. Поняв, что и другие дети нуждаются в таких занятиях, Лилиана не осталась равнодушной. Она уверена, для детей с нарушением интеллекта это не просто возможность научиться плавать, а своего рода реабилитация. Причем как физическая, так и духовная. Для этих ребят жизненно необходимо проверить и показать свои силы. Они очень добрые, очень внимательные. Я считаю, может быть, я к ним привыкла. Мне кажется, что они самые умные. Лилиана признается, работать с особенными детьми не сложнее, чем с обычными. Главное их любить. Они прекрасно усваивают материал тренировок. Единственное, на это уходит чуть больше времени. Прежде чем начать тренировки с такими ребятами, она изучила программу по адаптивному спорту. Вообще, Лилиана уверена, если работаешь с детьми, всегда необходимо развиваться и учиться, для того, чтобы отдать таким уже родным спортсменам частичку себя. Группа по плаванию для таких ребят открыта. Для всех желающих. Большая проблема набрать в группу детей с нарушением интеллекта. Здесь зависит от родителей, от директоров школ, к которым мы обращаемся. Потому как детей набираем с 8 лет, значит, здесь родители должны приводить ребенка и должны быть заинтересованы. И помимо плавания должны заниматься физической подготовкой. Лилиана знает, о чем говорит. Она уже прошла этот путь с самого начала. Сначала как мама, потом как тренер. Сейчас Михаилу 21 год и с уверенностью можно сказать, он состоявшийся спортсмен. Более того, личность творческая и постоянно развивающаяся. Говорит, плавать любит. Это круто. Медалей на его груди не счесть. Все за первое, второе и третье место завоеваны на всероссийских соревнованиях. Города, в которых молодой человек побывал, помнит наизусть. Тюмень, Питер, Банару, Тюмень, Техия, Раменская, Пенза. То есть ты практически по всей России поездил? Еще в Казань поеду. Соревнования среди людей с синдромом Дауна «Победим вместе» в Казани пройдут с 6 по 8 сентября. Михаил уже ждет очередной победы. И для этого усиленно тренируется. Его, как и друзей, тренирует Лилиана Станина. Но для такой работы ей просто необходима помощь. Должен быть не один тренер, а должно быть хотя бы два тренера по плаванию. Один должен заниматься начальной подготовкой, второй должен заниматься совершенствованием. Проблема с плаванием, она у нас на уровне закрытия спортшколы. Потому что одна я не могу это все оселить. И обращаюсь к тренерам, кто хочет заниматься такими детьми, приходите. Обычно тренировки этой спортивной школы проходят на базе бассейна «Спартак», бассейна «РГУ Классика» и «РЯСГМУ Аквамед». Там созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мария Руда и Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Польза или вред? Более трети россиян считают, что вегетарианство вредит здоровью. Такие данные опубликованы на сайте в ЦИОМ. Есть и те, кто утверждает, что отказ от мяса, наоборот, полезен для здоровья и фигуры. Кто же все-таки прав? И как к такому образу жизни относятся рязанцы? Разбиралась Анна Малистова. Елена уже 4,5 года не ест мясо, а последние два придерживается веганства, то есть более строгого вегетарианства. Девушка не употребляет в пище не только мясо, рыбу и морепродукты, но и давно отказалась от яиц и молока. По словам Елены, она прекрасно себя чувствует. Перейдя на такой образ жизни, она похудела и даже перестала болеть. Мне как бы организм сказал, что все достаточно, у меня отвращение к мясу началось. И я начала информацию увлекаться, читать, изучать книги. С людьми общаться и сама по себе вот это вот вылилось. Елена не только придерживается такого образа жизни сама, но и делится своим опытом с людьми. Например, устраивает различные пикники для вегетарианцев. В последнее время девушка практикует сыроедение, то есть употребляет только те продукты, которые не подвергались термической обработке. Например, те же самые врачи нам говорят, ребята, ешьте больше фруктов и овощей. Ну вот, их можно в принципе есть на постоянной основе, эти фрукты и овощи. И организм, он вообще, конечно, отблагодарит и скажет тебе огромное спасибо. С такой позиции не согласны врачи-диетологи. По их словам, исключение из рациона мяса и рыбы опасно для здоровья. Любые ограничения, они неминуемо приводят к развитию пищевых дефицитов, дефицитов основных питательных веществ. Рано или поздно, пусть через 5 лет, но этот дефицит даст о себе знать. Недостаток белка, который повлечет за собой сбои в иммунитете. А сбои в иммунитете – это фактор риска развития огромного количества заболеваний. Специалисты предупреждают, что такой образ жизни особенно опасен для беременных женщин и детей. Некоторые рязанцы с врачами солидарны. Медик говорят, мясо – это тоже нужно очень людям. То есть без него нельзя? Конечно нет. Нет, я так не рассчитываю. Я ем и мясо, и крупные и овощи. Сейчас во всем мире вегетарианство набирает обороты. Но пока что большинство россиян не представляют свою жизнь без мясных продуктов. В любом случае решать, какого питания придерживаться, только вам. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Спорту все возрасты покорны. Именно этот тезис доказывает житель Рязани. Мужчине 84 года. Однако ежедневные спортивные занятия для него стали нормой. Продолжит Мария Рудая. Разомнись немножечко. Со спортом по жизни это про Вениамина Чернавина. Сложно поверить, что ему сейчас 84 года. Бодрый, позитивный и жизнерадостный. Сохранить такой настрой ему помогает именно спорт. Детство Вениамина Александровича пришлось на годы войны. Но даже тогда, будучи мальчишкой, вместе с друзьями он катался на лыжах и гонял в футбол. Правда, без настоящего мяча, но от этого воспоминаний сохранилось больше. Став взрослее, он начал заниматься боксом. А потом перешел в тяжелую атлетику. И я с тех пор, кроме этого вида спорта, ничего не признаю. Влюблен в нее прям до смерти, понимаете. До сих пор поддерживаю за счет вот этого вида спорта. Но уже совсем другие нагрузки, конечно, делаю. Относительно, учитывая свой возраст. Кстати, именно Вениамин Чернавин стал первым в Рязани мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. После достижения результатов в спорте он стал передавать знания и опыт молодежи. Работая токарем на заводе электронных приборов, Вениамин Александрович организовал секцию. Он и сейчас делится своими знаниями с молодым поколением. С Николаем Лавровым они познакомились совсем недавно. Но между спортсменами завязалась настоящая дружба. Вениамин Александрович приходит на стадион 63-й школы каждый день. Он уверяет физкультура, дает ему здоровье и добавляет гибкость – синоним молодости. К этому стремиться надо. Упражнения всевозможные делать, чтобы сохранить эту гибкость. Вот такая картина, понимаете. Ну и силенку немножко подкачивать надо, потому что гибкость – это гибкость. А еще силой должна быть, понимаете. А силы она поддерживается за счет физических нагрузок, таких умеренных, которые соответствуют вашему возрасту. Сложно поверить, но несколько лет назад Вениамин Чернавин перенес инфаркт. Сейчас он инвалид второй группы. Это не мешает ему тренироваться более часа каждый день на стадионе и делать зарядку дома. Помимо спорта он увлекается охотой, катается на лыжероллерах и лыжах, а своим хобби считает садоводство. На огороде пять соток выращивает овощи и фрукты. Говорит, чистые, без химикатов. Это еще один секрет его молодости. На протяжении долгих лет во всех начинаниях Вениамина Александровича поддерживает супруга, которая осталась за кадром. С ней он прожил более 60 лет. На вопрос, что пожелаете молодежи, говорит, занимайтесь физкультурой и живите позитивно. Ты должен сам себя настраивать на позитив, понимаете. А вот эти всякие неприятности, на них надо меньше обращать внимания. Вот так. Я вот так. У меня такой ход к этому вопросу. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Медовый спас отмечают сегодня. В храмах в этот день освещают мед. Именно с 14 августа начинается Успенский пост. Пчеловоды обычно именно к этому дню заканчивают выкачивать мед из ульев и подводят итоги сезона. Ображая этого года в сюжете Дина Исляевой. Не все рамки запечатаны. Но в силу того, что медовый спас сегодня и медосбор закончен уже давно, можно смело отбирать. Николай Фионин – потомственный пчеловод. Учился сначала у своего деда, потом у отца. В 2012 году открыл собственное крестьянско-фермерское хозяйство. Сейчас у него 200 пчелов семей. С одной из сезонов он может собрать в среднем до 60 килограмм. Какой мед зависит от трав, цветущих поблизости. В основном здесь рядышком цвела фацелия и гречиха. То есть до медоносов типа синяка и доника было достаточно далеко. Поэтому преобладающая меда здесь – это весной был майский небольшое количество, а сейчас это фацелия с гречихой. Николай Фионин специально сеет травы для пчел. Первым зацветает синяк обыкновенный. Он дает хороший урожай. Мед от этой травы почти прозрачный, имеет мелкозернистую структуру. Потом зацветает фацелия и доник. Фацелия дает меду золотисто-желтый цвет и легкую кислинку, а доник – великолепный вкус. Замыкает сева оборот гречиха. Мед получается темно-чайного цвета за счет гречихи и в то же время нежный за счет фацелии. Как правило, медосбор, если он проходит на дикорастущих медоносах, проходит где-то в течение трех недель, ну максимум месяца. В нашем случае медосбор начинается с начала июня, то есть, как правило, с 5-7 июня и заканчивается к медовому спасу. Свой мед Николай продает в небольших магазинах в Рязани. К медовому спасу специально привезли несколько сортов разнотравий – белая акация и черноклен липо-майский. Кроме того, можно купить маточное молочко, мази на меду с прополисом, травяные чаи. Магазин по адресу улицы Горького, 59, работает ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19 часов. Всех, кто не успел приобрести мед, чтобы отметить праздник, здесь ждут на дегустацию. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко, каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Каскад из четырех прудов.